Более 95 миллионов рублей необходимо безвозмездно отдать кумертаусским бизнесменам. Такая задача стоит перед Советом по развитию и поддержке предпринимательства. Сумма рекордная. Больше денег дают только в Москве и Санкт-Петербурге. Накануне в Кумертаусской мэрии состоялось очередное заседание Совета, на котором распределяли средства по направлению. Всего их в этом году пять. Компенсация части лизинговых платежей, процентов по кредитам, затрат на приобретение оборудования, а также субсидирование социального предпринимательства и стадии становления стартап. Сегодня нам на Совете необходимо рассмотреть два вопроса. Первое. Распределение суммы субсидий между видами поддержки. И второе. Установление максимальной суммы субсидий на одного получателя поддержки. Предварительно решено стартап субсидировать до 300 или до 600 тысяч в зависимости от количества учредителей, желающим компенсировать расходы на приобретение оборудования планируется выделять до 5 миллионов рублей. Тем, кто хочет покрыть часть затрат на лизинг, до 3 миллионов. Остальным видом поддержки достались суммы до 1 миллиона по каждому направлению. Деньги, которые нам выделяются из федерального республиканского бюджета в объеме 95 миллионов рублей, мы обязательно освоим. У нас очень активные предприниматели, которые уже заполняют пакеты документов, оформляют, приходят с вопросами и освоение будет однозначно. Конкурс открытый. Заранее ничего не решено и шанс есть у каждого бизнесмена. Такое заявление было сделано в ходе обсуждения. Заявки от предпринимателей уже начали принимать в многофункциональном центре. С 6 по 25 июня проходит конкурс на субсидирование из муниципального бюджета. После того, как бизнесменам отдадут 3 миллиона местных денег, начнется поступление из республиканского и федерального бюджетов. Понятное дело, что деньги получат не все предприниматели, подавшие заявки. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Нужно не иметь задолженности по налогам. Это очень сложно. Не все предприниматели на определенный момент времени не могут обеспечить полное погашение долгов. Нужно именно заниматься тем видом деятельности, которое прописано в программе. Он довольно-таки широкий, но все-таки он есть. То есть банковские организации, страховые компании, игорный бизнес, допустим, они не могут получить эту поддержку. В прошлом году был запрет на оптовую розничную торговлю. В этом году он вернулся, эти виды деятельности. Также предприниматель должен обеспечить, создать рабочие места. То есть, если ты создал два рабочих места, то шансы твои выиграть конкурс очень маленькие. К слову, в Кумертауский многофункциональный центр можно подать заявку и на участие в республиканском конкурсе. Для этого теперь не нужно ехать в столицу Башкортостана. Отдельно отметим, что проекты, требующие финансирования из федерального бюджета, рассмотрит линейный менеджер Кумертау от Фонда развития моногородов Андрей Мигаль.